С вами «Спорные истории», передача, в которой мы поднимаем разные истории из Библии, которые могут вызывать вопросы. Задавать вопросы — это нормально и правильно. Именно поэтому мы и общаемся в этой студии, чтобы на эти вопросы искать ответы. И сегодня со мной в студии Алексей Лунёв, пастор церкви в Щёлково, магистр богословия, декан библейских курсов тоже в прошлом несколько лет, и поэтому будет очень интересно пообсуждать историю. Алексей, здравствуй. Здравствуйте. Итак, сразу перехожу к истории, которую будем обсуждать. Прочитаем вместе Бытие, 28 глава, 10 стиха. Иаков же вышел из Версавии и пошёл в Харан, и пришёл на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе в изголовье, и лёг на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх её касается небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца твоего и Бог Иакова. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твоё, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. Благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдёшь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе в изголовье, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарёк имя место тому Вифиль, а прежнее имя того города Луз. И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мной, сохраните меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил в памятник, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Аминь». Одна из таких, наверное, мистических, я бы даже, может быть, сказала, историй в Библии, где мы видим видение. Иаков видит лестницу. Наверное, самые логичные вопросы, в первую очередь, лестница. Почему лестница? Что она может символизировать? Как это описывает наше взаимоотношение с Богом? Ну, очень интересная история. Почему лестница? Ну, в данном случае мы видим, как лестница, она с земли, идёт к небу и соединяет небо с землёй. И на лестнице наверху стоит Господь Бог, и Он обращается к Иакову. Ой, конечно же, речь идёт, ну, это встреча с Богом, встреча с Богом во сне. То есть Бог может приходить во сне, как Он приходил там к фараону, давал сны к Иосифу и так далее. Здесь у Иакова реальная встреча с Богом. И если говорить об этой лестнице и об ангелах Божьих, восходящих и нисходящих, мы видим параллельное место в Новом Завете. Это Евангелие от Иоанна, первая глава, когда Господь Иисус, Бог, сошёл с небес, и Он беседует с Нафанаилом. И Иисус говорит, Иоанна 1,50. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, видишь больше всего, и говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Это прямой отсыл к лестнице Иакова. Но все, что происходит в Ветхом Завете, события с людьми, их слова, это пророческое указание на то, что произойдёт в будущем. Оно указывает на Христа, на искупление и на нашу жизнь с Богом, последующую за искуплением. То есть у Иакова Бог стоит вверху лестницы, в Евангелии 1 Иоанна Бог спустился, Бог вочеловечился, Он здесь. Ангелы Божьи восходят и нисходят. Это очень интересно. То есть мы видим, Ветхий Завет – это обетование, Бог наверху, Он говорит, «Я благословлю Тебя, буду с Тобою». Интересно. В Семени Твоем благословятся все народы. Я думаю, что здесь, как и с Авраамом, есть вот это Семя – это как раз Иисус Христос. Да, и вот мы видим этого Иисуса Христа, который пришёл, Он – Бог, Он – Бог, пришедший во плоти. И Иисус, Он уже внизу, Он пришёл на эту землю. И ангелы Божьи восходят и нисходят. И интересно, что есть ещё другая. И Иаков говорит, «Я не знал, что это место, что здесь Бог, и это место, он рёк, Дом Божий, Вифиль». В послании евреям в третьей главе сказано, «Дом же его мы, мы – Дом Божий». Если всё это соединить, то, дорогие друзья, это рисует нам невероятную просто картину, что вот Бог в первой главе Иоанна, то, что видел Иаков в Ветхом Завете, это произошло, Бог спустился на землю, Иисус там. И если брать сейчас в наше время, или вот как послание время описывает, что после этого произошло, Колоссянам 1, 28 говорит, что «Христос в нас – упование славы». Это рисует совершенно сногсшибательную, невероятную картину, что сейчас Господь Иисус Христос, Он в нас, это в этом Библия говорит, «И от нас идёт в небо лестница, и по этой лестнице восходит и нисходит ангелы Божьи». Меня эта мысль радует и пугает одновременно. Но если вы говорите о мистическом таком опыте, переживании, я однажды молился за одного брата, и у него такой, ну как жизнь, ни шатка, ни валка была. И когда я молился за него, мне как мельком, я как будто картину видел. Я видел от него восходящую к небу лестницу, на ней сидят ангелы и скучают, просто скучают. И моя первая мысль была, а он не просит ни о чём Бога. Он так разочаровался, не просит, и ангелы бездействуют. Я верю, что эта картина Иакова говорит о церкви, о Христе, который в наших сердцах, о том, что, ну, конечно же, можно говорить, забегая вперёд, как лестница, лестница, как лестница духовного роста, по которой мы идём, что мы возрастаем, и мы стремимся к Богу. Но Евангелие, это прежде всего, это Бог, который стремится к нам и пришёл к нам воплоти. Евангелие – это Христос, который достиг наших сердец и вселился в нас. И да, одновременно, и это является отправной точкой духовности, что Христос уже во мне. И многие люди, которые двигаются в дарах исцеления, исцеляет много людей, Господь через них, они говорят, что ключом, моим ключом для понимания, как Бог исцеляет через меня, было откровение, что я понимал, Христос во мне. Когда я понял, осознал, что Христос во мне, это начало высвобождать силу исцеляющую больные тела. Да. И тут, наверное, если взять эти два, в Ветхом Завете Якова и в Новом Завете, то описывает хорошо эти два страшных слова, трансцендентный, иммунитный Бог, потому что для меня, когда я читал про лестницу Якова, Бог немножко видится как будто далёким, то есть Он увидел лестницу и Бог был вверху. Когда мы читаем про Нафанаила и понимаем, что Иисус уже близко к нам, то Бог близко к нам. И я в этом вижу вот эти два качества Бога, что с одной стороны Господь бесконечно отличается от нас, с другой стороны Он выбрал нас как своё обиталище и Он бесконечно близок. И эти вот именно две истории помогают понять, как это возможно. Да, и меня ещё эта история пугает, или это истина, что поскольку Христос во мне, мне сейчас нужно осознать Его присутствие и научиться с Ним сотрудничать. И вот в этом-то духовный рост человека, чтобы, как Иоанн говорит, что Христу должно возрастать, а мне умоляться, меня пугает, ну как Марк Твенна спросили, говорит, вас не пугают те места в Библии, которые вы не понимаете? Он говорит, нет, меня больше пугают те, которые я понимаю. Меня вот это пугает, это налагает на меня ответственность, а что я делаю с тем, что Христос живёт внутри меня? Моя задача, ну я верю, ну как однажды к Филиппу пришли там эллины и говорят, нам хочется видеть Иисуса. Да, вот нам хочется видеть Иисуса. Люди хотят, ну, этот мир хочет увидеть Иисуса. Мы задолжали этому миру встречу со Христом, а Христос живёт в нас. Что мне нужно сделать? Каким человеком мне нужно быть, чтобы Христа выразить? Он во мне, ангелы Божьи, ко Христу, который не я такой вот крутой, такой, фельдеперсовый, не знаю, как сказать, но из-за того, что Христос во мне, ко Христу, который во мне, эта лестница Айкова идёт, и ангелы Божьи вверх-вниз, они готовы наши молитвы возносить Богу, они готовы приносить дары, подарки, силу. Я сотрудничаю с этим или нет? Вот в чём вопрос больше. Да, аминь. И ещё, наверное, такой, это, как всегда, практический вывод, я думаю, после которого стоит задуматься. Ещё одна, просто вещь, которую я заметила, что Яков нарёк дома, место тому, Вифиль, да, это дом хлеба, а Иисус говорит, я хлеб жизни. Я думаю, это опять же связывает Ветхий и Новый Завет, эти две истории, то есть параллели мы видим даже вот в двух местах, что сам Бог в нас дом хлеба и духовно жаждущих людей, понимая, что мы лестница и что в нас этот хлеб, мы можем так же служить им. Да, и, ну тут тоже как, мы, у нас, ну как, мы не верим в себя часто, мы сомневаемся, мы думаем, да кто я такой, да что у меня есть, что я могу дать людям, но если Христос в тебе и ты думаешь, ну Христа малое во мне, Он крохотный, но если в тебе там как, ну Христос, Он чудотворец, вспомните, Он взял пять хлебов и две рыбки и накормил множество людей. Я вижу снова и снова, когда я оказываюсь в невозможных ситуациях, я могу быть уставшим, недомоленным, недопастившимся, просто, не знаю, плохо себя чувствую, но оказывается в ситуации, где я вынужден говорить о Христе, свидетельствовать, и вдруг я вижу, как я оживаю, и я даю хлеб, я даю Христа этим людям, и они оживают. Ну, это удивительно, это, ну Христос в вас написано, надежда славы, и от Христа в нас идет эта лестница, и ангелы ждут от нас поручения, они хотят быть активными. Наверное, одноименно, как лестница Иакова, есть знаменитое христианское, да внешнее очень произведение, Лествица, и оно является, наверное, таким духовным руководством для многих христиан, многих-многих поколений, и оно как раз говорит больше о том, как человек может по этой лестнице взбираться. Я думаю точно, что не раз прочитано это произведение, может быть, чуть-чуть комментарий о духовном возрастании уже нашем. Да, да, то есть, с одной стороны, лестница Иакова говорит о Боге, который стоял наверху в Ветхом Завете, а в Новом Завете он спустился к нам, и он сейчас живет в нашем сердце, Христос достиг нас. А лестница, о которой говорят отцы церкви, она о том, как мы можем во Христе возрастать, становиться зрелыми христианами, как мы можем в нашем характере становиться более и более похожими на Христа, очень более похожими на Христа, то есть от близости, от общения с Ним, ну, как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься, да. И если мы со Христом проводим время, с Отцом, с Духом Святым, то мы будем нравственно внутренне преображаться, мы будем, у нас будет больше, у нас будет плод Духа Святого, больше любви, больше радости, больше мира, кротости, воздержания, долготерпения, благости, милосердия, верности. Вот как в этих вещах возрастать, и, конечно же, тогда мы говорим о нашем духовном возрастании, потому что спасение, приход Христа в наше сердце, это бесплатно, это подарок. Но духовный рост, это не бесплатно, здесь ты платишь цену, здесь твоя цена. И твоя цена, это твое посвящение, это твое время, это твои усилия, которые ты употребляешь в молитве, постоянство в молитве, когда ты отделяешь время, чтобы быть близким с Богом, общаться с Ним, говорить, именно вот как тайная комната. Конечно же, можем сделать ошибки здесь. Пару лет назад Господь Иисус сказал, я почел, когда Господь проговорил мне, говорит, Алексей, ты утром со мной молишься, в тайной комнате проводишь время, говорит, но потом ты закрываешь меня в тайной комнате и идешь в день один. Говорит, можно мне с тобой? И я аж опешил, ведь правда, я утром помолился с Иисусом, как бы дал ему дань, провел время, а потом иду в день и сам по себе живу. Я понял, что Господь хочет быть со мною в течение дня, чтобы я с Ним общался, жил, просто, ну вот, разговаривал. Поэтому духовный рост приходит от того, как мы, вот это единение с Богом в молитве мы реализуем. От того, как мы, это также чтение Библии, духовной литературы, молитва, до чтения духовной литературы, пост, много высвобождает, как благодати Божьей в нашу жизнь. Библейский способ смирить себя пред Богом это пост. По гордым противиться, а смиренным дают благодать. А благодать Божья это не что иное, как наделяющая силой присутствие Бога в нашей жизни. Серафим Саровский говорил так, что основная цель христианской жизни это стяжать благодать Святого Духа. То есть присутствие Бога, присутствие Христа возрастает в чем, чтобы мы это присутствие Бога и Христа выражали. Мы видим это в картинах святых, вот эти нимбы светящиеся. Мы видим это в способности их творить чудеса, когда вокруг монастырей монахов, которые молились, постились, собирались, образовывали целые города и они творили чудеса. И вот это стяжание благодати присутствие Бога, когда оно растет и усиливается в нашей жизни, приходит через молитву, через чтение духовной литературы, через пост, через служение другим людям. Когда мы служим, мы подражаем Христу через даяние, через практику исповеди, через то, что мы радуемся. Радоваться — это тоже усилие, это труд. Вы знаете, чтобы быть печальным, ума не надо и веры не надо. Просто подумай про свою зарплату и всё. И уныние — это смертный грех. Ну, если представить этот список, то он в этом числе. Поэтому эта лестница, она говорит, лестница Якова говорит о Боге, который уже пришёл в нашу жизнь. А лестница, о которой говорят отцы церкви, она говорит о том, что нам теперь нужно, ну как, расти в Боге и позволять Его присутствию расти в нашей жизни и влиять, чтобы мы влияли и приносили небеса, Царство Божие на землю. Потому что, ну, как Бог не только хочет наши нужды восполнить, он восполнит их, но он хочет сделать этот мир чуточку лучше через Дух Божий, через вот возрастание присутствия Христа в нашей жизни. Он хочет изменить этот мир, сделать его чуточку лучше. Да, сто процентов. И я когда думаю о лестнице и возрастании, что когда мы поднимаемся по лестнице, мы берём себя полностью. То есть невозможно оставить что-то на второй ступеньке, что-то на пятой, что-то на десятой. Это целостный процесс нашего возрастания, всех сфер нашей жизни. Это мои просто образы, мысли, которые когда я думаю о лестнице. И также, что ты смотришь вверх обычно, когда поднимаешься по лестнице, что иногда это вызов оставить прошлые ошибки, опыт, в который мы, возможно, покаялись, но в сердце не до конца его оставили, что возрастание духовное требует не только отречения, но и от самого себя отчасти, потому что ты тащишь себя наверх, смотришь на Бога, который вверху, и не позволяешь себе что-то оставить внизу, там, что было в прошлом или в плоти. Ну, наверное, хороший образ, как отцы церкви, они называли вот все эти действия духовными упражнениями. Вот когда ребенок, когда растет, он кушает, ему нужны физические упражнения, он должен двигаться. Если мы хотим подтянуть нашу фигуру, укрепить спину, нам нужны упражнения, там, плавать, там, в тренажер-зал пойти. Есть духовные упражнения, которые помогают нам укрепляться духовно. И вот эта молитва, пост, вот эти, которые я перечислил. Кстати, Лера, что из вот вышеперечисленного для тебя больше всего нравится делать, а что тяжелее всего из этих духовных упражнений? Ну, вызов ужаснейший — это пост, правда? Причем интересно, что это тоже сезонами. Были сезоны, когда вот для меня это было как дисциплина, и я спокойно в этом, скажем так, практикалась. Есть сезоны, когда очень тяжело брать пост, потому что всегда есть какое-то, как будто-таки очень весомая причина есть, чтобы выйти из него, вот почти всегда. А легче всего для меня это, я, наверное, молитву и Библию поставлю вместе, потому что в моем личном времени это соединяется. Практически всегда, если я вот когда молюсь, то Библия сопровождает это, то есть заканчиваю я чтением Библии. Хотя, конечно, с точки зрения молитвы и пребывания в Боге постоянно, то это больше, чаще процесс, так скажу. Ну, в общем, эти две вещи проще, пост – самое тяжелое. Смирение, оно всегда такое вот. Да, 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 да. Ну, хорошо. Ну, давайте, друзья мои, будем благодарны Богу за то, что Христос пришел в наши сердца, и Христос, как говорят, Он как семя посеян в нашем сердце, и Христос должен возрасти. И растет Он, когда мы это семя поливаем, питаем его, когда мы делаем духовные упражнения, мы по этой лестнице духовного роста поднимаемся. Мы становимся больше и больше похожими на Христа. Давайте завершим молитвой. Помолимся, попросим Бога помочь нам, чтобы мы осмелились сотрудничать, узнавать вот этого, познавать Христа, который в нас, и чтобы этот Христос через нас проявлялся. И эта лестница говорит о том, что христианство – это не мы достигли Бога, это Бог пришел с небес и достиг нас. Мы уже дети Божьи. Христос в нашем сердце, мы усыновлены, мы имеем жизнь вечную. И то, что тебе даровано, ты можешь этим поделиться. Тебе не нужно достигать, стремиться к небесам, строить Вавилонскую башню. Христос спустился с небес, Он достиг тебя, Он принес спасение, Он умер на кресте, Он воскрес, и Он на небесах, и Он в твоем сердце. Давайте помолимся. Отец небесный, мы благодарим тебя за чудесное обетование, за удивительные истории Ветхого Завета, которые указывают на то, что ты сделал во Христе в Новом Завете и делаешь в нашей жизни. Господь Иисус, спасибо, что ты живешь в наших сердцах. Это честь, это радость, это привилегия, и это внушает нам также страх Божий. Мы ответственны за то, чтобы тебя, Иисус, не загораживать, не заслонять, но показать, явить Христа. Господь Иисус, учи нас, как мы можем сотрудничать с тобой, как мы можем возрастать, Боже, в нашей способности. Господь, являйте Тебя, Твою любовь, Твою радость, Твою жизнь этому миру. Господи, дай нам благодать нести Тебя, поделиться, Господь, Тобой и с другими людьми. Аминь. Аминь. Это, знаете, четкое понимание, когда мы читаем историю в Библии, какую-то, может быть, сверхъестественную, во сне что-то, но есть конкретное применение и вызов в нашей личной жизни, чтобы Христос действительно возрастал в нас. Что мы желаем вам, кто посмотрел эту передачу. Тоже, может быть, поделитесь с кем-то этим, отправьте, особенно вашим друзьям, вашей домашней группой, вашим родственникам, потому что это правда побуждает к действию. Не просто что-то знать, но что-то и сделать, и позволить Богу быть больше и больше в ваших сердцах. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии, потому что для нас это очень важно. Пишите ваши вопросы, будем рассматривать их в следующих передачах. И увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok